Для большинства рецептов выпечки с тыквой необходимо тыквенное пюре. И я решила вынести рецепт его приготовления отдельно для вашего удобства. Тем более под каждым рецептом выпечки с тыквой вы спрашиваете о том, как я готовлю тыквенное пюре. Кстати, его можно кушать и как отдельный десерт. Полезно его давать и деткам, добавлять в каши, особенно манную и рисовую. Еще в этом видео я покажу вам один из моих любимых рецептов с тыквенным пюре. Это быстрое, нежное, ароматное печенье, по вкусу очень напоминающие пряники. Всем привет! Меня зовут Юля и вы на канале SimpleFood. Сегодня готовим тыквенное пюре. Его можно сделать заранее и заморозить, чтобы потом быстро испечь свой любимый тыквенный пирог. Как правило, из 1 кг свежей тыквы получается около 1 стакана пюре. Делается все очень просто и быстро. Я покажу два своих любимых способа. Итак, тыкву вымыть и разрезать на части. Очистить мякоть от семечек. Семечки можно сохранить и поджарить. Теперь нужно очистить тыкву от кожуры. Разрезаем мякоть тыквы на произвольные кусочки. Не слишком мелкие и не слишком крупные. И вот теперь есть два варианта. Можно запечь тыкву в духовке. Для этого выкладываем кусочки тыквы на противень, застеленный пергаментной бумагой. И запекаем примерно 30-40 минут при температуре 170 градусов до мягкости тыквы. Или можно запечь в микроволновке. Для этого тыкву выкладываем в тарелку и отправляем в микроволновку. Я готовлю примерно 5-7 минут при мощности 650 ватт до мягкости тыквы. Вам может понадобиться чуть больше или меньше времени. Все зависит от сорта тыквы и от микроволновки. Как только тыква стала мягкой, ее можно размять вилкой или измельчить при помощи блендера. Так текстура будет более однородная и нежная. Такое пюре получается очень сочным и ароматным. А главное готовится очень быстро. Давайте посмотрим на тыкву, которую мы запекали в духовке. Кусочки уже стали мягкими, поэтому перекладываем в чашу блендера запеченную тыкву и измельчаем. Такое пюре из тыквы, запеченной в духовке, получается более плотным. В нем меньше влаги и именно поэтому мне оно больше нравится именно для выпечки. Тыквенное пюре получается сладким и очень нежным. Ориентируясь на свой вкус, тыквенное пюре можно готовить с различными пряностями. Например, с корицей. Напишите, кстати, мне в комментариях, какой рецепт тыквенного пюре вам понравился больше всего. А теперь готовим быстрое печенье с тыквенным пюре. Это печенье настолько вкусное, что напоминает пирожные. Обязательно попробуйте! Давайте скорее готовить! В емкость с яйцом и сахаром выкладываем сливочное масло. И выливаем молоко. Теперь венчиком хорошо все перемешиваем. Высыпаем муку. Нам понадобится 2 стакана. Добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя. Пол чайной ложки соли. Пол чайной ложки мускатного ореха. И 1 четвертую чайную ложки имбиря. Пол чайной ложки корицы. Теперь все хорошо размешиваем венчиком или ложкой. Выкладываем тыквенное пюре и замешиваем тесто. Нужно хорошо вымесить, чтобы в тесте не было комочков. Готовое тесто выкладываем на стол и скалкой раскатываем не сильно тонко. Тесто получается эластичным и много муки добавлять не нужно. Теперь вырезаем и делаем круглые печеньки. Можно обыкновенным стаканом, а можно сделать любую форму, какая вам больше нравится. Выкладываем на противень и отправляем в духовку на 15-20 минут при температуре 200 градусов. Даем готовым печенькам остыть и сверху покрываем глазурью из сахарной пудры. Необыкновенно ароматная выпечка по вкусу очень напоминающая пряники. Это печенье очень быстро и просто готовится. И невероятно нравится деткам. А сочетание тыквы и целого набора пряностей, на мой взгляд, просто идеально для холодных осенних дней. Очень рекомендую попробовать. Спасибо, что смотрели это видео и были со мной. Надеюсь, вам понравились эти рецепты и видео было интересным. Если так, тогда ставьте лайк. Мне будет очень приятно. И не забудьте подписаться, если вы еще не со мной. С нетерпением буду ждать ваши отзывы в комментариях и, конечно же, фото в инстаграм. Всем приятного аппетита, теплых осенних деньков. И до новых рецептов. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok